представить вам кураторов нашей программы Александра Талала и Олега Сироткина. Коллеги, передаю вам слово. Друзья, добрый день. Немножко непривычно не видеть перед собой аудиторию, но таковы реалии наши сегодняшние. Всем привет в это непростое время. Я надеюсь, все это скоро пройдет, а творчество останется. Поэтому здорово, что вы сегодня снова с нами. Опять же, немножко странно обращаться к невидимой аудитории. Я не знаю, сколько вас, я не знаю, кто вы, не вижу ваши лица. Но уверен, что это прекрасные, вдохновленные лица. Я сейчас расширю экран и запущу презентацию. И буду параллельно... Значит, как мы построим сегодняшний разговор? Я расскажу о программе. Постараюсь вкратце. Не всегда это получается у меня. И дальше я предоставлю слово моему новому сокуратору с этого года. Как вы уже услышали, у программы «Семинарное мастерство» будет два куратора. Вот Олег Сироткин. Очень здорово. Очень рад, что... Добрый день. ...что у меня будет такой замечательный коллега, помощник, партнер. Так. Видно экран, да, у меня? Кто-нибудь скажите, что-нибудь? Да-да, Саш, видно, да, все окей. Олег, спасибо, спасибо. Все окей, ага, видно, да. Да, вот программа «Семинарное мастерство». Вот такие у нее кураторы два. Так, секундочку, извините, немножко непривычно. Да, вот. Ну, такой немножко трюизм для начала. Успешная история начинается с хорошего сценария. Понятно, не все об этом помнят. Но мы помним, мы знаем, делаем все, чтобы... Чтобы это оставалось важным, чтобы это было актуально. Зачем учиться на сценариста? Ну, я думаю, если вы сейчас присоединились к этой конференции, то, наверное, вы не те люди, которые считают, что творческим профессиям учиться не нужно, потому что, например, Тарантино никакой у школы не ходил. Я... Можно я не буду много задерживаться на вот этом высказывании, потому что, мне кажется, тут даже не о чем разговаривать. Я могу только сказать, что... Из своего опыта личного просто поделиться тем, что я вижу, поскольку занимаюсь я этим уже с 2012 года, а преподаванием даже немножко раньше, то есть уже, сколько прошло, 8 лет. Это кажется очень просто, когда вы читаете книжки Маки, когда вы читаете книжки Гоглера, Труби, там, еще каких-то людей. Кажется, что это очень просто. Ну, что же тут сложного? Показывай, а не рассказывай. Что же тут сложного? Герой должен к чему-то стремиться, да? И тем не менее, каждый раз после огромного объема теории и некого объема практики, я вижу, как все равно очень трудно перенести это на практику, очень трудно объяснить начинающим авторам, как эти вещи внедряются. Вообще обращать на них внимание, потому что написание сценария — это постоянное балансирование в каждой сцене десятков различных факторов. Просто десятков различных факторов. При этом не забывать о том, что это еще и увлекательное, вовлекающее, интересное, значимое для зрителя повествование. То есть все эти вот важные вещи, вся эта механика, которую сценарист должен учитывать, она запрятана внутри. Очень тонко и деликатно, а на поверхности где-то все просто интересная история. Ну, я просто эту плашку немножко оставлю. Это некие возможности, возможности карьерные, разных реализаций того, что может дать вам программа. Да, и редактор, да, и сценарист игрового кино, и сценарист сериала. Компьютерным играм специально мы не учим, но поскольку мы занимаемся стори-теллингом, это очень актуальная вещь для этой профессии. Шоураннер, да, конечно, да. У нас есть замечательная выпускница, которая уже прошла программу Шоураннер, таким образом пополнила свои возможности, свой профессиональный набор. Мы можем довольно быстро отреагировать на какие-то запросы и что-то внести, что-то поменять, что-то менять контент, что-то скорректировать. Поэтому каждый год программа пересматривается, и в этом году, да, тоже в ней могут возникнуть какие-то изменения. Это пока неизвестно, это будет известно ближе к началу учебного года. Первый семестр. Первый семестр очень-очень много в нем теоретических знаний, и помимо этого он посвящен короткому метру. Акцент в первом семестре делается на коротком метре. Это то, чем вы занимаетесь на практике в каждом семестре. В каждом семестре есть блок практический, в каждом из четырех, блок теории и блок анализа. И в зависимости от тематики семестра, все эти блоки, ну, посвящены этой теме. Поэтому первый семестр — это общая теоретическая база, большая, с акцентом на дроботургии короткого метра. Анализ тоже общий, вводный, но тоже с акцентом на коротком метре. И практический блок тоже посвящен написанию короткого метра. В этом же семестре есть модуль, который рассказывает о том и другие анимационного кино, есть модуль большой, интересный, тоже годный, история кино и так далее. Второй семестр, его тема является адаптацией, то есть некое превращение одного произведения в другое. Одного произведения, не обязательно кинопроизведения, в кинопроизведение. Здесь есть аж два практических модуля. Это адаптация короткого метра, превращение рассказа в длиннедражное кино, длиннедражный сценарий. И превращение романа, повести, рассказа. По-разному бывают, пьесы или каких-то реальных событий в полнометражной сценарии. Это такой логичный второй шаг, потому что писать полный метр очень сложно, но при этом у вас есть какие-то... свою историю строго по разным инструментам, которые мы вам даем и так далее. В этом же семестре вы получаете теорию, анализ, тоже посвященные ротациям. Вы получаете блог по жанрам и кинотеории. Традиционно в этом семестре у нас идет замечательный модуль психология для сценаристов психологии в кино. Третий семестр... Саша, можно добавлю? Сейчас временный тренд в том, что адаптируются даже видеоролики на YouTube успешные, а также журнальные статьи. Например, фильм «Стриптиз», который недавно был с Дженнифером Лопесом, в прокате, это экранизация крупной журнальной статьи некого расследования. Так что адаптация – важнейший элемент обучения драматургии. Это, кстати, да, это довольно обширная практика заюствовать из, что называется, из газетных заголовков, из газетных статей истории для кино. Третий семестр у нас посвящен сериалу. Соответственно, и теория, и анализ посвящены этому. И здесь же у нас обычно проходит небольшой отдельный теоретико-практический блок по ситкому, потому что, мне кажется, что это такой отдельный мир, который заслуживает некого отдельного мира. И четвертый семестр – это дипломный полуметражный сценарий и тематика семестра «Подготовка к реалиям киноиндустрии». Практическая часть полуметражного сценария, который вы пишете дипломный, он чуть-чуть более независимый по сравнению с полным метром первого года. В том смысле, что здесь позволяются какие-то вещи, какие-то вольности. Сразу хочу предупредить, что не слишком, потому что, ну, вам будет казаться, что к концу обучения вы прям готовы нырять, и я вижу это рвение, готовы нырять в нелинейные структуры, в отказ от каких-то там драматургических инструментов, какие-то очень сложные дебри высшей сценаристики. Нет, я не думаю, что это так. Я вижу, что это не так на самом деле, поэтому какие-то то, на что вы будете способны, то, что у вас будет хорошо получаться. Да, вот в этих рамках это будет позволено экспериментировать. По большому счету, мы все равно ориентируемся на крепкую драматургию, на зрителя, да, на зрительское кино. Давайте про это я прям скажу сразу пару слов. Во-первых, я считаю, что двухгодичное образование и любое, даже четырехгодичное образование не делает еще вас крепким сценаристом, который прям вот пошел и работает, и выдает яркую известную работу за яркой известной работой. Иногда так бывает, но чаще всего вам понадобится взять те знания, те умения, те навыки, которые вы получили, нырнуть с этим в практический опыт уже в реалиях в индустрии, в телеиндустрии и повариться, активно повариться там, взять с собой то желание учиться и не останавливаться на достигнутом. И со всем этим побориться в реальном опыте хотя бы года три. Вот после этого есть надежда, что после этого вы становитесь крепким, начинаете становиться крепким автором. дай бог, постребованным автором, профессионалом, да, профессионализм есть. Очень простое определение вам заказывают работу, занимайтесь профессионально вашим делом, то есть полноценно, на полную ставку и зарабатывайте этими нажимами. Остальные модули четвертого семестра, в общем-то, занимаются тем, что готовят вас к реалиям киноиндустрии. Это блоки, которые рассказывают о взаимодействии с режиссером, с продюсером, как взаимодействовать с редактором, это скрипт докторинг, это обзор рынка, это обзор трендов, это обзор кино, как устроен кино в прокат. И традиционно, ну, там разные вещи, например, аспекты юридические, да, работы, сценаристы и так далее. Традиционно у нас еще есть такой большой семинар о том, что ждет в реальности и что с этим делать. И даже обычно бывают поуч-сессии личные перед окончанием четвертого семестра, которые тоже помогают как-то справиться с теми страхами, а вам будет страшно, с теми страхами, которые вас будут обуревать перед вот этим важным рубежом. Давайте пойдем дальше. Принципы обучения. Да, МШК, если вы в курсе, построена на базе Высшей британской школы дизайна. Это британская система образования. У нас есть отдельный такой отдел академического качества, который надзирает за нами всеми и проверяет, что программы выстроены эффективно, что все соответствует нормам хорошо образования. Один из важных аспектов обучения, это, естественно, я бы на этом, наверное, сделаю акцент, это связь с индустрией. Я думаю, вы уже, это сегодня не первая ваша презентация, которую вы смотрите, поэтому, наверное, вы это уже слышали, да, но я просто перечислю какие-то важные вещи, которые с этим связаны, которые влияют на на образовательный процесс. Во-первых, это преподаватели практики. Все преподаватели, которые ведут у нас модули, это люди, которые сейчас, прямо сейчас находятся, работают в киноиндустрии, в телеиндустрии и знают, что происходит. Ну, то есть, понимаете, это практики, это все связано. Значит, во-вторых, как я уже сказал, гибкость образовательной программы, которая может меняться под запросы, под тенденции, дара какие-то современные. Вышел сериал «Звоните Ди Каприо», тут же срочно позвали человека на, ну, не настолько срочно, чтобы прямо на следующий день, да, но тут же мы позвали человека на мастер-класс, с которой работают по этим, как дети и так далее. В чем еще заключается связь с индустрией? Это целый ряд блоков, которые… Ну, давайте просто расскажу. Во-первых, пару раз в году, это уже ко второму году обучения, вот эти вот практические программы, сериал и дипломный полный метр, мы их запускаем при участии, мы это называем редакторский марафон. Что это значит? Это значит, что в начале этой работы вы пишете разные заявки, перед тем, как приступить к основной работе с преподавателем, вы пишете разные заявки, и мы приглашаем разные представители и компания, это чаще всего редакторы, иногда продюсеры, и они дают обратную связь на эти заявки, дают советы, как их можно улучшить, они рассказывают, при каких условиях такая заявка, такой фильм или такой сериал мог бы им быть интересен, что в этом случае нужно исправить, в какую сторону сдвинуть эту заявку, а что это. И вот с этим знанием вы уже пишете свою работу, то есть, во-первых, вы получаете бесценную связь и знакомство с профессионалами из киноиндустрии, которые прямо сейчас занимаются наиболее, возможно, громкими и известными проектами, это люди с платформ, это люди с компанией, из компаний, которые работают с платформами, которые снимают там сериалы для ведущих телеканалов и так далее. Я не могу достаточно, ну, то есть, это очень важно подчеркнуть, что вот до этих людей, будучи просто начинающим странаристом, который стучится во все гвенции, вы до них не достучитесь никогда просто так. очень занятые люди, которые получают на свою почту десятки писем каждый день, у которых огромный загруз работы, и это вот бесконечная рассылка писем на инфо-собака-кинокомпания.ру, да, безответная. вот опыт большинства людей, которые пытаются пробыть в киноиндустрии. Здесь вы знакомы не просто получаете обратную связь, бесценную от этих людей, но еще имеете возможность как-то с ними познакомиться и как-то, ну, какой-то контакт на будущее образовать, да, с этими вашими потенциальными учениями. Можно быть показанным потом, будучи реализованным полностью, показанным этим компаниям на предмет, как минимум, обратной связи, как максимум, интереса производственного. то есть есть шанс, что это может даже быть взято в работу. Также есть, естественно... Паша, я могу дополнить? Я могу дополнить? Да-да, конечно, конечно, конечно. Хочу, ребята, хочу обратить внимание, вот смотрите, в конце второго года проходит уже при написании полнометражного сценария так называемый редакторский марафон. Так вот, Московская школа кино пригласила для своих студентов сценария курса редакторов всех лучших крупных студий России. Был редактор Mars Media, редактор компании Сильяновой СТВ, редактор компании Роднянского и так далее, и так далее. То есть его компания Bazilex, то есть пять редакторов лучших студий имели возможность в эксклюзивном таком формате выслушать разработки студентов. Соответственно, как только будет написано сценарий, если он компании заинтересовал на стадии идеи, он сразу попадает на стол студий. Поверьте, далеко не каждая школа имеет возможность вот для такого прямого контакта с крупными студиями России. Спасибо. Спасибо, Олег. Из таких крупных еще вещей, конечно же, это большой индустриальный питчинг, который происходит каждый год после окончания обучения, обычно в начале или в середине осени. это возможность запичить свои проекты учебные для просто, я думаю, человек 20, если не больше, из индустрии приходит у нас послушать эту питчинг, послушать презентацию работы. Питчинг смешанный, там участвуют шоураннеры, режиссеры, продюсеры, сценаристы. Вот, пожалуй, вот такая вот... Ничего не забыл. Индустриальный питчинг. Ну да, естественно, есть некая... Да, вот еще важный момент. Есть некое взаимодействие между факультетами. Мы устраиваем разные совместные проекты. Это может означать, что вы с шоураннерами вместе разработаете что-то, это может означать, что с продюсерами, может означать, что вы будете писать сценарий, по которому режиссеры, студенты будут снимать свой... Кратко-энтражный сценарий, по которому режиссеры и студенты будут снимать свою дипломную работу. Я не хочу сказать, что это гарантированно, потому что ну, это целый блок, в течение которого нужно еще заработаться, найти общий язык и как-то, ну, держаться друг за друга и вместе что-то создать. Это самый сложный человеческий фактор, это самый сложный, самый сложный бутылочный горлышко в творческих профессиях, в творческих сферах. И ровно на этом месте очень часто тормозятся эти процессы. Но каждый год кто-то доходит до конца, и мы каждый год пытаемся оптимизировать этот блок, чтобы таких вот результатов было больше, чтобы вы могли добавить в свое портфолио не только ряд работ учебных, написанных за это время, но еще и снятый полный метр. Более того, получили опыт вот этой работы с кем-то, потому что это очень важно, это совсем иначе выглядит, чем вы и ваш компьютер наедине. Получили опыт вот этого поиска общего языка, этого навыка переговоров, с другим человеком, навык поиска, попытки понять, чего хочет от вас ваш режиссер, и для него это тоже такой же опыт работать со сценаристом. А также очень интересный опыт потенциально видеть, как текст превращается в кино, что меняется, как что воплощается. Это, мне кажется, бесценно, ради этого стоит очень сильно постараться. Саша, можно одно слово вставлю, ребят. Да, конечно, конечно. В Московской школе кино превосходная материально-техническая база. Режиссеры оснащены техникой, возможностью снимать камерами, осуществлять монтаж в рамках школы, поэтому им, когда они работают над короткометражками, нужны сценарии, и это, поверьте, прекрасная возможность, написав короткий метр, идти к ребятам или вместе с ними работать и довольно быстро добраться до экрана. Нет ничего более ценного для сценариста, чем увидеть свою работу на экране, потому что та обратная связь, которую вы получите от аудитории и возможность оценить ваши мысли, как они выражены на экране, лучше этого нет ничего. И это и есть Московская школа кино. Олег, спасибо. Вот, собственно, на экране вы видите то, о чем я говорил, да, наша гордость связь с индустрией. Здесь тоже вам, просто я вам дам посмотреть на это прекрасный график. Это то, как, в общем-то, выглядит, ну, вот школа называют это экосистема МШК. Это тоже, знаете, ну, про это скажу тоже пару слов. Насколько я знаю, от студентов, здесь такая очень вдохновляющая атмосфера. И постоянно кто-то с кем-то знакомится, кто-то с кем-то что-то затевает. Я говорю, у студентов смежных программ, смежных факультетов все знакомятся, затевают какие-то проекты, затевают какие-то задумки, складываются тандемы, да, и такая бурная творческая деятельность. Это очень здорово. Мне кажется, уже сама эта атмосфера, она очень вдохновляет и дает возможности и это те люди, режиссеры или продюсеры, монтажеры, это те люди, с которыми дальше это будущая киноиндустрия, в общем. Короче говоря, и стоит действительно на этом этапе дружить. Тут уже немножко статистики. Видно же, да, презентацию, правильно? Да, все хорошо. Ага. Ну и, собственно, да, повторюсь, вот то, что у вас входит в итоге в портфолио. Я, мне уже тут написали, что у нас не так много времени, поэтому я начну спругляться. Значит, давайте вот про это я еще поговорю минут пять, передам слово Олегу и потом вопросы и ответы. Какие важные вещи? Значит, кого мы ждем? Готовы менять себя индустрией. Что это значит? Нам хочется видеть людей, которые хотят экспериментировать. Нам хочется видеть людей, которые готовы действительно что-то менять, но тут важно понимать, что что-то менять снаружи, это еще и менять что-то внутри. Поэтому я бы, наверное, подчеркнул, что мы ждем людей, которые готовы меняться. Потому что, скорее всего, ваше представление о том, что такое эта профессия, что такое кино, она, наверное, пока на данный момент в каком-то смысле наивная. я знаю совершенно точно, что по окончании двух лет этой программы наши выпускники проходят, они не только получают образование и навыки, они еще и проходят некий такой, ну, знаете, что ли, путь героя. Это внутренние метаморфозы, это личностные изменения. Если вы на это готовы, это очень здорово. При этом хочу сказать, что это не означает, что мы ждем людей, которые решили плюнуть и поставить крест на всю эту вашу индустрию. Нет. Менять себя индустрию означает быть в индустрии и при этом делать что-то интересное, что-то передовое, что-то свежее. И знаете, порой передовое это просто крепкая для нас, для нашей индустрии, особенно в жанровом кино. поэтому я вот хочу сказать, что мы не то, чтобы делаем, ну, то есть, мы не то, чтобы не поддерживаем какие-то более сложные работы, более замысловатые, более какие-то продвинутые, да, если автор, студент готов на это действительно, понимает, что делать. При этом все-таки акцент мы всегда делаем на на том, в чем, как мне кажется, в российском кино и телевидении, особенно в кино, сейчас очень большой пробел. Это кино зрительское, это кино жанровое, или это кино, пусть даже, ну, условно говоря, фестивальное, но с крепкой драматургией. Поэтому мы поддерживаем, в общем-то, почти все спектры вот этих направлений, но акцент мы все-таки делаем некий, некий акцент в сторону зрительского кино, в сторону диалога со зрителем, интересного, захватывающего повествования, крепкой внутренней драматургии. Это кажется очевидным, но на самом деле нет, абсолютно нет. И ну, и честно говоря, артхаус, хоть я многое люблю в этой сфере, да, у нас даже есть выпускники, которые писали замечательные, во многом артхаусные, артстримовые, артхаусные работы. но при этом надо отметить, что это в нашей стране уже и так делается давно и неплохо, а вот большой пробел, конечно, как раз в хорошем качественном зрительском кино. Я не хочу сказать, что у нас его нет, я вижу последние очень классные работы, и жанровые, и такие, как бы, ну, если можно назвать драму, можно сказать, что бывает зрительская драма, какая-то такая большая зрительская кинодрама, то и этого тоже очень много появляется. я уже не говорю о расцвете сериальном, особенно на платформах, этого очень много, поэтому, пожалуйста, не думайте, что я из тех людей, которые любят поливать грязью наше кино. Я есть, что исправлять, есть, что улучшать, есть, чем учиться. Поэтому нам очень нужны люди, которые не смотрят свысока на какое-то кинонаправление. Нам нужны люди, которые любят кино искренне, пылко и безудержно. вкусовые предыдущики в педра с этим работать и как-то от этого избавляться, потому что это мешает, потому что это, ну, на самом деле, как раз то самое наивное отношение к кино. По поводу возраста поступающих, там, ну, не то, чтобы есть ограничения, да, мы можем брать с 18 лет при условии, что вы получили, ну, 18 лет получаете, может быть, параллельно ваше высшее образование, но очень важно, сценарист, как и многие другие творческие профессии, это профессия возрастная, и есть очень большой риск, что 18, 19, 20, 21 год у вас еще нет того, ну, минимума, что ли, жизненного опыта и культурного бургажа, который необходим для таллительного образования, подумайте, пожалуйста, готовы ли вы, и я, наверное, отмечу, что это не столько вопрос возраста, сколько вопрос какого-то жизненного опыта. Бывают люди, которые 20 лет лазили на Эверест и проходили разные непростые жизненные события. Культурный багаж тоже, мы не можем как полное, полноценное высшее образование прямо вот дать вам культурную базу, даем какую-то выжимку, какие-то вещи, естественно, общая образовательная история, кинотеория, кино и так далее, мы это вам даем. Однако вы не можете прийти с нуля, вы не можете, ну, вы вряд ли поступите к нам, если вы вчера решили, что, а, люблю кино, хочу быть сценаристом, при этом, ну, не знаю, смотрели ни одного фильма Фичковка, слышали что-то про Ангонионе, это вряд ли, у вас должна быть какая-то культурная база, мы должны видеть, что вы давно и искренне интересуетесь кино и что-то делаете по этому поводу. Также вы вряд ли поступите, если вы не написали ни строчки к этому моменту. Поэтому ждем людей, у которых уже есть либо какой-то опыт, либо вы пришли из другой пишущей профессии, журналист, журналистов мы очень любим в этом плане, либо вы пишете хотя бы для себя давно рулет, рассказы, пытаетесь писать сценарии, публиковались, это все, мы обо всем этом мы разговариваем с вами наступить к собеседнику. Последнее, да, учиться и работать придется очень много, вы себе не представляете сколько, и вы себе не представляете, насколько это будет сложно. Вам будет казаться, что вы все успеете, но вдобавок к нехватке времени будет добавляться ваш, что называется, писательский блок, потому что вам будет тяжело, вы будете понимать, что не знаете, что писать, вы будете писать неправильно, вы будете очень расстраиваться, когда преподаватель пух и прах разобрал вашу работу и застал переписывать кардинально. Это будет тяжело по количеству времени, которое требуется, это будет тяжело психологически, и поскольку это будет тяжело психологически, вам понадобится еще больше времени, которых у вас нет, поэтому, пожалуйста, заранее учтите, что это будет занимать все ваше свободное время. Но последок хочу сказать, что, несмотря на все это, вам будет интересно, вам будет полезно, и если вы пройдете программу до конца, вы никогда в жизни не забудете это. Давайте я предоставлю слово Олегу, я закрываю презентацию, сейчас, секундочку, да, вот тут есть еще информация, как поступить, но это все есть на сайте Московской школы кино, вот эта вся информация, условия обучения, это все вы можете найти на сайте Московской школы кино. Я останавливаю демонстрацию и попрошу Олега сказать несколько слов, и дальше мы будем отвечать на вопросы и ответы. Благодарю, Саша. Дорогие друзья, прежде всего, одно слово по поводу того, как организована программа, собственно, сценарного курса. От простого к сложному. Сначала вы учитесь строить маленький домик, такой хозблок. Это короткометражный фильм. Затем вы учитесь строить адаптацию, такой гораздо серьезный домик и полный метр. Это таунхаус за городом. А затем вы учитесь разрабатывать сериал. Многоэтажный дом, сложный. Сериалы сейчас очень разные. И я где-то увидел там комментарии, что российская индустрия, там сейчас многие сериалы выглядят не очень и так далее. Вот, собственно говоря, это не так. Если вы посмотрите западные сериалы, которые сейчас существуют, это сложнейшего уровня художественные произведения. И, собственно говоря, программа позволяет пройти вот эти этапы от простого к сложному. От короткого метра к полному метру, к адаптации, наконец, к сериалам, к разработкам сериалов. Это, во-первых, по поводу сути программы. Во-вторых, были вопросы, скажем, я вижу здесь среди приспланных, например, как дальше, типа, отправляемся мы в открытое плавание или что. Школа делает максимум для того, чтобы помочь вам войти в индустрию. Организует встречи с людьми из индустрии. Вот даже тот маленький пример, который я привел, а именно редактора крупных студий. Вы получаете их контакты, вы получаете электронную почту, вы получаете возможность в эксклюзивном формате отправить свои сценарии. Что может быть лучше? Лучше может быть только родственник, работающий в этой компании. Еще вопросы, которые здесь были. Какой процент студентов доходит до конца обучения? Ну, наверное, это вопрос ответил лучше Александр. Саша, какой процент студентов доходит до конца обучения? По моим наблюдениям, 90%. Нет, 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 Олег, это дисциплинация. Прежде чем ответить на этот вопрос, я хотел про предыдущий вопрос сказать, что, да, друзья, пожалуйста, мы даем вам возможности разные. В любом образовании, даже в самом образовании, когда это творческая профессия особенно, мы можем делать только половину работы, все остальное зависит от вас. Потому что касается дальнейшей судьбы после окончания обучения, да, мы много даем, мы много даем, но именно возможностей. Но мы не занимаемся трудоустройством. Я говорю это, чтобы не было ложных ожиданий. Мы не занимаемся трудоустройством. Мы помогаем возможностями, мы поддерживаем там информационно, организационно, через клуб выпускников, после того, как вы заканчиваете учиться. Но мы не занимаемся трудоустройством. Мы не агентство. По поводу, сколько доходит, какой процент доходит до конца. Как правило, около 50%, не больше, скорее всего, не больше 50% доходит до конца. Я не знаю, по каким причинам. Иногда это какие-то объективные внешние причины, не хватает времени, финансовые и так далее. Ну, кто-то реально просто не выдерживает, кто-то понимает, что это сложнее, чем предполагалось. Может быть, кто-то решил, что... А кто же бывает, это нормально, что, ну, может, все-таки мне не совсем сюда, мне не совсем в эту профессию. Ребят, я хочу обратить внимание. Вот когда-то Роберт Маккейли сказал на своем семинаре, что если на врача у людей учатся, там, 10 лет на хирурга, то почему вы думаете, что на сценариста надо учиться меньше? То есть я к тому, что это сложная профессия, по-настоящему сложная. И курс двухлетний Московского кино, он оптимизирован таким образом, что вы получаете в крепком, напряженном формате знания, которые одновременно являются глубокими, фундаментальными знаниями. Ваш курс по сценарному ремеслу сопровождают образовательные курсы, скажем, по кинематографу, по психологии, которые позволяют освоить профессию фундаментально. И, собственно говоря, на выходе вы получаете полноценный инструментарий в виде навыка на перестание сценария. Как дальше будете поступать вы? Собственно говоря, это был вопрос, связанный, типа, каков процент реализации вот этих полнометражных сценарий. Все зависит от того, какую историю вы выбрали. Некоторые студенты проявляют упорство в том, чтобы они делали какой-то авторский кинематограф, которые они любят. И, собственно говоря, такую историю. Вероятность реализовать арт-хаусную картину со сложным драматическим сюжетом, который, так сказать, является штучным товаром, конечно же, гораздо сложнее, чем реализовать жанровую историю. То есть все зависит от вас, какой продукт вы захотите производить. Никто ни в коем случае не навязывает вам арт-хаус или жанр. Вам дают возможность. Выбор, палитру. Вы из этой палитры выбираете. Вам говорят о том, как устроено драматическое кино и одновременно коммерческое кино. И вы можете применить это к своим историям, это смотреть. Если вы идете в профессию для того, чтобы реализовать свои творческие амбиции, ну, например, вы писатель и хотите адаптировать свою книгу в формате сценария. Это одна история. Возможно, вам дорог арт-хаусный проект, и вы пойдете потом с этим сценарием на основе вашей книги предлагать студии адаптации. Если же вы хотите как можно скорее возвраты инвестиций осуществить, вернуть деньги, то тогда, возможно, имеет смысл подумать над жанровой историей или поработать над сериалом, которые сейчас вообще разлетаются, как горячие пирожки, потому что сейчас стриминг-платформы с огромной скоростью развиваются, потому что и тому способствует карантин нынешний. Сейчас огромный запрос на производство сериальной продукции, причем это уже умные сериалы, это не глупые сериалы, сериалы, обслуживающие идеи, что все будет хорошо, тяжелая женская доля и так далее. Это серьезные сериалы, драматические сериалы, которые вы сейчас можете посмотреть на ТНТ-премьер или Стартру или на других платформах, ОКО, например, и так далее. Таким образом, сегодня формат сериала это один из самых фундаментальных форматов для трансляции, скажем, драмы. У него гораздо больше перспектив, чем в кино, потому что в кино гарантированность возврата бокс-офиса заставляет делать ставку только на проверенные истории, напичканные спецэффектами или какими-то жанровыми трюками. Все зависит от вас, что вы выбираете. Что касается скорости возврата инвестиций, ну, одна деталь. Сценарии, кинокартины стоят средний потолок, если вы начинающий автор, от миллиона рублей до двух с половиной. Соответственно, если вы тратите 700 тысяч на обучение, представьте, как быстро вы сможете их обернуть, если вы вкладываетесь в кино. Если вы вкладываете силы в сериал, то там средняя цена серии сериала 300 тысяч рублей. Соответственно, посчитайте, как быстро вы вернете деньги. Олег, спасибо большое. Присоединяюсь. Добрый день всем. Александр, Олег, у нас осталось буквально 7 минут, может быть, даже 5. Мы не можем немножко задержаться? Я боюсь, нет, потому что у нас дальше следующая трансляция. Я понял. Давайте я тогда попробую быстро ответить на те вопросы, которые вы переслали сейчас. Да, давайте я могу, как удобно, я могу их озвучить просто по очереди. Давайте, давайте. Да, кратко на них отвечать. Вот очень интересный вопрос, что можете ли вы назвать определенных сценаристов, чьи работы или стили работы можно отнести к основным столпам программы и чьим принципам будут завещать следовать? Нет, таких сценаристов нет. Мы, ну, нет такого определенного стиля, в котором это не мастерские в ГИКа. За эти два года обучения вы будете обучаться как минимум четырех, а то и больше разных преподавателей. У каждого свой взгляд, у каждого свой стиль. Нашу общую диалогию я описал. Мы хотим учить крепкой драматурги. Вот и все. Нет каких сценаристов, которых мы ставим на пьедестал и будем на них молиться. Хорошо, спасибо. Есть также вопрос. Про выпускников. Как вы можете назвать? Какие-то яркие, может быть, истории успеха после нашей программы? Да, смотрите. Я почему-то не вижу этого вопроса. Ладно. Во-первых, я хочу сказать, что для меня успехом является реализация. Любая. Если я вижу, что человек реализовал какую-то свою работу, если я вижу, что он стал сценаристом, пусть он еще не написал чего-то яркого, да, чего-то громкого, если он работает по профессии, для меня это большой успех. Это значит все сработало. При этом, конечно, у нас есть выпускники, которыми мы особенно гордимся, потому что это известные к другим героям работы, причем иногда в такой неожиданной реализации, как Узевьяхина, например, Узевьяхина, наша выпускница, которая выбрала писать прозу, а не сценарии, да. Наша выпускница Юлия Идлис, автор сериала «Форца», соавтор фильм «Авантюристы» и вообще востребованный автор. У нас училась наша выпускница Анастасия Волкова, которая соавтор недавнего сериала на «Тэнто премьер» и «Хэти». Очень много, особенно последние пару лет, я вижу даже такие вещи, как реализация учебного проекта. Несколько раз учебные, написанные в рамках программы, сценарии, что на самом деле очень большой успех и довольно большая редкость взяты в производство в той или иной форме, взяты в производство учебные программы. Сериал или учебные работы, сериал или полный метр дипломный. Вот, поэтому нам точно есть чем гордиться. Спасибо большое. Вот, еще есть вопрос, что если стиль, в котором творит человек и пишет сценарий, не совпадает со стилем, который придерживаетесь вы, да, есть какие-то пожелания, вот, будет ли это возможно, да, что разные стили, не только какой-то, с которым вы придерживаетесь. Да, я вижу этот вопрос. То есть, во-первых, вы понятия не имеете, какого стиля я придерживаюсь. У вас нет такой информации, вы не знаете. во-вторых, ну, большинство наших преподавателей, как мне кажется, это всеядные люди, это разносторонние люди. Да, наверняка, у каждого из них есть свой личный стиль, но мы любим разное кино, мы любим разных авторов, сценаристов, мы любим разные сериалы, мы любим разные фильмы, жанровые, драмы, арт-хаус, поэтому это немножко такой вопрос странный. В любом случае, хочу сказать, что если вы так боитесь, что я вас не учу в своем стиле, и травмирую таким образом на всю жизнь, ну, в лучшем случае, вы будете учиться у меня на практике в течение одного модуля в течение одного практического блока, а может быть и нет, поэтому вы будете учиться у разных преподавателей, я сказал только вот одну важную вещь, вы, ну, я просто, ну, чувствую, наверное, по сути, по природе вопроса, что вам все равно нужно будет выходить за рамки того, что вам представляется своим стилем, да, что вам представляется хорошим, да, что вам представляется нужным, важным, вам все равно придется выходить за рамки, что называется, зоны комфорта, и будьте к этому готовы. Александр, спасибо большое. Можно я поддержу этот тезис, друзья, сейчас, извините, я хотел поддержать этот тезис, что если вы пришли уже со стилем, стиль останется с вами, но попробуйте научиться чему-то новому. Субтитры сделал DimaTorzok